Дорогие друзья, я рада вас приветствовать в нашем музее. Вы знаете, что указом президента России 2014 год объявлен годом культуры. Поэтому мы, присоединяясь к международной акции «Ночь музеев», приглашаем вас на «Ночь искусств музеев». Итак, начинаем. Культура — это лучшее достижение людей в материальной и духовной жизни. Духовной составляющей культуры является искусство. А искусство — это образное осмысление действительности в разнообразных художественных формах. Поэтому существует много видов искусства. Это музыка, театр, живописи, танец, литература и другое. А начинает наш праздник любители поэзии. Стихи не пряник и не гнуть, и не учебное пособие. Они не сеют и не жнуть. У них задание особое. Тоска, разлука ли, болезнь. Что не творится, что не деется. Пока стихи на свете есть, нам есть еще на что надеяться. Читает Соболева София. Композиция по стихам Марины Цветаева. Словно тихий ребенок, обласканный тьмой, С бесконечным утомлением в блуждающем зоре, Ты застыла окна. В коридоре чей-то шаг торопливый. Не мой. Дверь открылась, холодного ветра струя, Запах свежей счастья, Событой тревоги и к молчанию. И вот на пороге кто-то слабо смеется. Не я. Тень трамваев, как прежде, бежит по стене. Шум оркестры внизу осторожней и глушит. Усольются без слов наши души. Ты взволнованно шепчешь. Не мне. Сколько книг. Мне казалось, не надо огня, так уютней. Забыл сейчас все словарь. Увидят бега и тени трамваев На диване с тобой. Не меня. Если счастье стукнет у дверь, Через годы или теперь Я войди ему, поверь, не отвечу. Если счастье ее нужна, Пусть померзнет у окна, Пусть заслужит, чья вина, эту встречу. Если счастье голос тих, Если речь его как стих, Лаской капли дождивым бьется в крышу, Я подумаю, не мощь в этих звуках. Это дождь прилетел из темных рожь. Не раз слышу. Если счастье голос горд, Как воинственный аккорд, Если мощно натверд властью ада, Я скажу им, ты зверь, Ты на жертву рвешься в дверь. Этих ужасов, поверь, Мне не надо. Спасибо. Иван, читает Иван Сельцов. Вера Иванова. Трудный случай. У Петьки была мечта. Очень сильная мечта. Больше всего на свете Ему хотелось покататься на машине скорой помощи. И не просто так, А обязательно с бигалкой и сиреной, Чтобы на светофоре не стояли, И чтобы все машины и люди, И милиционеры шарахались в разные стороны, Чтоб тормоза визжали на поворотах, И все уважительно провожали глазами. Тяжелого больного везут. Петька был человек делом. Когда мечта совсем, Ну просто до зуда замучила его, Он решил, Пора. И начал действовать. Бабушка позвала. Бабушка, иди сюда. Мне плохо, мне очень плохо. Я умираю. Бабушка бросилась к нему из кухни. Что, что, Петенька, что случилось? Бабушка, зачем ты оставила на столе таблетки? Серьезно и строго спросил Петька. Ты же знаешь, что таблетки нужно хранить В недоступном месте для детей. А я вот взял и съел. Все до одной. Как съел? Скричала бабушка. Боже мой, боже мой, Петечка, Ты же уже большой мальчик, Ты же уже в третий класс. А вот захотел и съел. Отрезал Петька. Потом он достал подушку И обстоятельно увлекся на диван. Закрыл глаза и сложил руки на груди. Бабушка запричитала еще громче. Кинулась в коридор. И Петька с тайным торжеством услышал, Как она закричала в трубку. Скорая, скорая, скорее, скорее. Мальчик отравился, умирает. Петька ликовал. Вот оно, получилось. Ох, и прокатимся теперь. Он дахли безропотно выпил Три стакана воды, Которую отдала ему бабушка. Ничто не могло умрачить Предстоящего счастья. Но когда распахнулась дверь, И в комнату бежал огромный, Бородатый, сердитый доктор И еще двое врачей. Петька и вправду встал не по себе. Потом он увидел, Как один из врачей Открыл серый металлический ящик. И в его руке блеснул огромный шприц С острой иглой. Бабушка с дрожащим шепотом позвала Петька. А бабушка подскочила к нему И с лихостью заломала Петьке руки. А-а-а! Закричала он. И в этот момент Улыбающийся врач Возьмул трубку Прямо в кричащий Петькин рот. Дыши, дыши, носом Приговаривал о торопевшем у Петьки, Который от страха Действительно забыл, что надо дышать. Откуда-то взялись кастрюли с водой И кружка. И через минуту Туго спеленутый бабушкой Петька С неожиданным интересом наблюдал, Как ему в живот через трубку Наливают воду. И как она потом выливается обратно в тазик. Так продолжалось долго-долго, Пока вся вода не прошла через Петь и живот. Петька чувствовал себя героем. Он даже почти не ревел, Когда им делали укол. И без сопротивления Дал бабушке надеть на себя все, Что она хотела. Даже платок, Хотя на улице была хиплым. А потом... Потом было все, конечно, так, Как Петька и мечтал. Была мигалка, Была гушительная вой сирены, И испуганные прохожие Шарахлись в стороны, И машины жались кабочно. Настоящая погоня, Только без перестрелки. Усталые ночи Жевали бутерброды. Эх, Петька, Петька, Что это ты на бабушкины таблетки набросился? Голодный, что ли? Или глупый? Нет, Я хитно-хитник, но другой. Он просто захотел, Чтобы ему сделали промывание желудка. Не на машине, А в конце концов, Погататься решил. Все-таки не трехлетний. Да нет, Да нет, Да нет, Начал оправдываться Петька, Испугавшись, Когда вы врачи действительно Обо всем не догадались. А правда, Как объяснить, Почему он съел таблетки? Хорошо, Что еще промывание желудка Не повлияло на Петькину мозги. Соображали они по-прежнему Быстро и безотказно. Поэтому Петька мгновенно перестроился И через минуту спокойно и уверенно сказал, Нет, Я не хотел на машине погататься. И промывание желудка тоже не хотел. Просто я хотел оценить действие Большой льдоз пиротоксина гидрохлорида На растущий организм Устоя повышенного питания, Так как не согласен с мнением профессоров Высказанным сегоднями в ВОЗ в Геневе. Что? Кором вылухнули ослабленные врачи. Они даже перестали жевать Бутерброды. А Петька был страшно доволен собой. Он даже сам не понимал, Как смог взыграть такое. Во второй раз ни за что не получится. Бородатый врач усмехнулся. Шустрый мальчик. Я тоже в детстве был шустрым. Мы вот тут недавно тоже Одну очень шуструю больную лечили. У нее температура под 40, Гланды огромные, красные. А лечиться ну никак не хотела. Только мы к ней с уколом. А она не дается. Из угла в угол бросается. Апельсинами в нас кидаются. Кусаются. Шипит. Ну очень бойко. Вроде тебя. Ребята наконец-то за хвост поймали. Лапы скуртили. Какие лапы? Какой хвост? Закричал Петька. Лапы как лапы. И хвост как хвост. Все как у других обезьян. Обезьян? Вот именно. Бывает, что и обезьянам нужен человеческий доктор. Так что мы теперь вроде как айболиты по совместительству. Врачи посмеялись еще немного. И вдруг раз он замолчает. Петь, который сейчас смеялся, подумал, что врачи вспомнили что-то плохое. И действительно. Из тихих отрывочных репей Петька догадался, что речь идет об автокатастрофе. Когда машину с пьяным водителем занесло на повороте. И она обрезалась в двери булочные. А оттуда как раз в это время выходили двое детей. И машина сбила их. А водитель развернулся и укатил. А детей отвезли в больницу. С очень тяжелыми травмами. Они все часто влежат. И лечиться им еще долго-долго. Потом врачи вспоминали об одиноком старике, Которые умирают от рака. И некому за ним ухаживать. И болезнь неизлечимая. Сидит только и ждут, когда старик умрет, Чтобы занять его комнату. Петька слушал и слушал. И чувство невыносимости чужих несчастья Расловням и мучило его. А когда подкатили к дверям приемного отделения, И Петька понял, что путешествие закончилось, Он так горько-горько заплакал. Ты что, удивился бородатый, тебе плохо? Петька все плакал и плакал. И, глотая слезы, рассказывал, Что не ел он никаких таблеток. И что действительно захотел покататься на машине скорой помощи. И что он больше так не будет. И что еще он говорил. Петька не помнит. Врачи не очень-то и сердились. Может быть, догадались сами. Читает Диана Никипорова. Була Токунчала. Тянется жизни моей карнавала. Тянется жизни моей карнавала. Счет подведен, а он тянется, тянется. Все совершилось, чего я не ждал. Что же достанется? Что же останется? Всякая жизнь на земле волшебство. Болью земли своей страждем и мучимся. А вот соседы любить своего. Все не научимся. Все не научимся. Траты души не покрыть серебром. Все, что случается, скоро кончается. Зло, как и в стае верховодит добром. Впору отчается. Впору отчается. Всех и надежда на малую горсть. И потому, знай, в отме он и мечется. Гордый и горький, и острый, как бошь. В каре и страждущих глаз человечества. Спасибо нашим членцам. А мы продолжаем. Искусство быта окружает нас. Изделия мастеров умелых. Любуемся мы красотой вас, фантазией полетом смелым. Название искусства так длинно. И слифовать его никак не удается. Декоративно-прикладное. Так оно во всех энциклопедиях зовется. Весь вечер свои работы представляют сегодня народные мастера Александр Шитиков и Константин Ильин. Свои работы сегодня представил также молодой фотокудожник Михаил Кустюжанин. Сюда можно выйти. Это его первая выставка продажа. Понравившиеся работы можно приобрести. А мы сегодня поздравляем молодого мастера с дебютом. Давайте поаплодируем. Спасибо большое. И мы с вами продолжаем. И сейчас приглашаем всех подняться на второй этаж. Спасибо. Спасибо.